Здравствуйте всем! Сегодня я бы хотела рассказать, может быть, даже начать какую-то серию рассказов, но я раньше об этом никогда не делилась, о своём муже подробности, как мы знакомились. Вот, наверное, сегодня я хотела бы рассказать о первой встрече. То есть, вот как он прилетел, не о том даже как знакомство, как долго это длилось, время до первой встречи. И, может быть, потом я и это захочу рассказать, но вот первая встреча происходила у нас зимой, накануне Рождества. Вот, может быть, даже вот сейчас скоро Рождество, да, и у меня вот такая вот ассоциация каждый год, потому что он прилетал из пяти раз, он в Беларуси был пять раз до того, как я уехала, да. Мы четыре года ждали все документы, четыре года, вот как познакомились, прошло четыре года до моего приезда в США. Вот, и значит, накануне Рождества он приезжал трижды первый раз. Да, пять раз он был трижды, да-да-да. А вот, значит, первый, как он первый раз приехал. Ну, это было так, конечно, волнительно, даже перед этим прилетом его я похудела на пять килограмм. Я не знала, что мне одеть, я не знала, как мне выглядеть, что мне. В итоге я купила какую-то элемовскую юбку за месяц до этой встречи, и я похудела на пять килограмм. Я помню, что эта юбка практически на мне болталась, но я все равно ее одела, и такая была, ну, какая-то примерная девочка. Дубленка у меня была такая теплая, с капюшоном. Впоследствии эту дубленку потом вспомнила, вот как первая эта встреча, да. Значит, ну, как она произошла, как первая встреча произошла, и как я удивила, что вот мне холодно в дубленке, было минус семь, а ему жарко в рубашке, рубашку такую плотную он, ну, он привез с собой там много рубашек, ехал на месяц, хотя он ехал на две недели, и у него там проблемы с работами были, ну, я заскакиваю наперед, да, но он потом продлил, поменял билеты и остался на месяц. Значит, что, вот я встречаю в аэропорту, стою, жду, думаю, ё-моё, все вышли, ну, все, ну, никого нет, а его, оказывается, там проверяли, все проверяли, значит, ну, и вещи, весь чемодан, его там все что-то спрашивали, он говорит, англоговорящих вообще сотрудников там мало, чуть нашли одного в аэропорту в Минске, вот. Он летел из США, с Хьюстона, он Хьюстон, ну, в общем, аэропорт большой в Хьюстоне международный, и тогда он летел как-то напрямую, это было пять с половиной лет назад, да, нет, не напрямую, но у него, он летел через Франкфурт, через Германию, там ожидал несколько часов, ну, в общем, и потом с Франкфурта на Минск. Ну, значит, жду, 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 смотрю, выходит такой серьезный человек, ну, я-то его, собственно, узнала, потому что он большой человек, он такой в весе, но он подошел и показывает мне фотографию в телефоне, так показывает, это типа ты, вы, ты, ну, в общем, Ю, я говорю, ну, да, думаю, интересно, как вообще он мог не узнать, вот столько времени мы общались, и он мог не узнать меня, или что, ну, во-первых, это зимняя одежда, там фотографии, или как мы общались, я просто была дома, и мы общались из дома по видео, вот, а на фотографиях, там, я в платьях была, ну, так, футболка, джинсы такое, да, вот, когда на сайте, я вылаживала фотографии, имею в виду, ну, также ему я высылала фотографии до первой встречи, это тоже было, и вот, наверное, его смутила вот эта одежда, у меня это дубленка черная, у меня это, ну, в авто, на авто, господи, в аэропорту-то было прохладно, я, конечно, так и стою в этой дубленке, эти замшевые сапоги такие высокие, каблук там может 6 сантиметров, и я даже вот в этих сапогах, хотя у него метр 85, у меня метр 70, но мне показалось, что я одного роста с ним, он просто был такой уставший какой-то, чемодан у него, и он так, ну, короче, он так вот стоял с этим чемоданом, и всё так рассматривал меня как-то без, без улыбки, без, там, что, о-о-о, хелло, там, обняться, и такого не было, ну, и, в общем-то, так вот мы, да, это я, да, это я, ну, всё, пошли там пить кофе, сначала он там пошёл деньги менять, потом вышел, вышел из этого обменника и даёт мне пачку денег, вот так вот скрученную вот таким вот рулоном даёт мне, говорю, мне не надо деньги, а зачем мне деньги? Ну, он говорит, ну, чтоб, типа, у тебя были, ты распоряжайся, я не понимаю, типа, в белорусских деньгах, всё он там понимал. Ну, я говорю, не-не-не, не надо, и, значит, он, конечно, ну, забрал себе их, положил сумку, потому что, ну, зачем мне такое количество денег, это что, для чего? Пускай он сам считает, сколько тратите, сколько, ну, конечно, в итоге он сам всё оплачивал, там, проезды, продукты, питание, но отели свои он сам, и я ему сняла, ну, как, я ему зарезервировала отель в Минске, то ли это спутник, то ли как он был, этот отель находился на возле метро Малиновка, по-моему, конечная там есть, да, в итоге, значит, мы едем туда на такси, он в рубашке, не куртке, ну, думаю, куртка, наверное, в чемодане, потом мы заехали к этому, подъехали к отелю, он пошёл, ну, зарегистрировался, потом отнёс наверх вещи, может быть, там, ну, полчаса его ожидала, там, душ принимал или не принимал, или что он там делал, но переоделся, в общем, вышел без куртки, вышел просто, я говорю, только где твоя куртка, минус 7 на улице, ну, говорю, не надо мне куртка, ну, я так удивилась, ну, ладно, мы пошли гулять, правда, заблудились, там, так холодно было, вечер, это уже был вечер, да, искали где покушать, такси, что-то не могли вызвать, я даже там зашла в какой-то был частный магазинчик, а я заблудилась, вот с этого отеля надо было идти в одну сторону, а мы пошли в другую, он даже, вот, к этой теме вернулись с ним, наверное, года через, уже, наверное, когда я здесь была, года через четыре, получается, и я говорю, ну, тогда, когда заблудились, он говорит, такая, я не понял, что мы заблудились, ну, не понял, ну, не понял, ну, и хорошо, и мы зашли в какой-то частный магазинчик, спросили у женщины, кто-то в гостинице сейчас записываю, кто-то так шумит там, ну, сегодня что, пятница, заехали, наверное, какие-то отдыхающие, ну, кто-то бывает, что приезжает, вот там, потому что океан у нас рядом, и приезжают на выходные, заселяются, ходят там, смотрят, кому что надо, так, так вот, значит, ближе к теме, гуляли-гуляли, так, нашли этот магазинчик небольшой, зашли, он как частный, там, какие-то апельсины, ну, в общем, фрукты, там, что-то такое было, я не знаю, и я говорю женщине, что я не могу вот вызвать, не знаю, как вот мне надо какую-то вот туда пройти, ту сторону, туда-туда, она там нашла какого-то знакомого, который приехал, забрал нас, отвез, мы в Додо пицца, кушали пиццу, это я помню, салат дали Цезарь, ну, в общем, он говорит, заказывай, что ты хочешь, а меню-то, наверное, все на русском было, да, меню на русском, впоследствии, когда мы от ресторана кушали в Минске, то он просил, а если меню на английском, ему давали всегда, да, в кафе на русском, на русском было, значит, потом, ну, я заказала Цезарь пиццу, и смотрю, что он ест Цезарь без заправки, я говорю, да, как где заправка, он говорит, а здесь нет, я посмотрела ему, и меня нет, пошла туда, он практически уже съел без заправки, пошла к тому парню, там, я помню, он обслуживала в этой пиццерии, дали заправку, но он так вот съел скромно, ничего не сказал, он подумал, ну, наверное, в Беларуси это дают без заправки, а, значит, потом, а, потом, значит, у меня же дочка там снимала квартиру с подругой в Минске, жила до замужества, ну, она и сейчас живет в Минске, только уже, ну, как бы, с семьей в другом месте, в другой квартире, вот, и, значит, мы, я собиралась уезжать к дочке ночевать, а он на три дня, вот, на три дня мы эту гостиницу заплатил, да, чтобы погулять по Минску посмотреть, потому что это как раз вот католическое Рождество, значит, он меня, наверное, такси, да, он меня к дочке такси заказал, а потом, или два такси мы заказывали, вот это я не могу вспомнить, он, наверное, поехал себе в отель, а я поехала себе, на следующий день мы договорились, ну, вот, как бы, первая встреча, ну, это первая встреча, поэтому я могу о ней рассказать больше, то есть не то, что вот первое впечатление, ну, мои впечатления, я знала по фотографиям, какой он есть, что несколько лишний вес, как он выглядит, я прекрасно это понимала, и по, когда мы общались по видео, по ватсапу, я знала, с кем я имею отношение, ну, меня устраивало просто, ну, такой умный человек на тот момент, вот меня привлекло, как говорится, это наиболее ум, это что, что нас уже в возрасте возбуждает ум, вот, ну, в общем, значит, он уехал в гостиницу, я уехала к дочке, на следующее утром я поехала к нему, сначала я ехала на метро до конечной станции, потом я вот думаю, зачем я вообще вот эту дешевую гостиницу, ну, на несколько дешевле мне показалось, да, но для него это вообще не цена, это по сравнению, как я сейчас смотрю в Америке цены, это для него вообще не цена, а я думаю, ну, мне же нужно как-то сэкономить чужие деньги, короче. Так вот, значит, на этой станции метро Малиновка я доезжала от дочки, ехала туда, потом там заказывала такси, это такси было 5 долларов от станции этой, от конечной до этого отеля. Так вот, значит, брала такси, доезжала до него, потом впоследствии он меня спросил, сколько, по-моему, 100 рублей он мне отдал, я говорю, да нет, это 15 рублей всего за три поездки, то есть три утра я ехала к нему, а вечером, когда мы уже после того, как мы везде погуляли, возвращались, там он к себе, мне он заказывал такси и к дочке, ну, на квартиру туда, вот. Как дети, ну, как дети, ну, я не знаю, если бы на тот момент он мне сказал, что, а вот давай я там сниму в этом же отеле номер или что-то такое предложил, мне никто не предложил это, поэтому, ну, я говорю, что я буду жить у дочки, всё, вот. Значит, что там ещё интересного? Это я поменяла локацию, потому что у меня разрядился телефон, а здесь в отеле вот на той стороне, где у меня телевизор, холодильник, там у нас нет, в общем, удлинителя, чтобы осуществить зарядку на той стороне, потому что мы даже не знаем, где находится эта розетка, она, видимо, за холодильником, холодильник в такой деревянной нише, тумбочке, да, и там, короче, нету зарядки, там, поэтому мне пришлось пересесть вообще на эту сторону, вот. А тут в отеле освещение только на этой стороне, потолочного нет, вот. Здесь два, ну, в общем, три освещения только на этой стороне. Значит, ну, давайте ещё про первую встречу, да, с мужем, теперешним. Там, значит, в первый вечер мы тогда погуляли, расстались на следующее утро. Я с дочкой на работу, я проснулась, там мы позавтракали, и я потом уехала уже на встречу, значит, с ним. Он вот, и пока я доехала, это, наверное, было вот, когда я пока доезжала, два утра, в течение двух дней, имею в виду, то это было, наверное, уже около десяти часов, я думаю. И он успевал уже позавтракать без меня, но я тоже, видите, завтракала без него. А он, оказывается, нашёл тот торговый центр, который вот я хотела в первый вечер, когда мы блуждали, и я так и не нашла. Он там нашёл, и он там завтракал, даже на третий день он говорит, что, может, придёшь, пораньше приедешь, мы вместе сходим позавтракаем. Ну, так у меня не получилось, опять он позавтракал без меня. Вот, значит, второй день нашей встречи я дочку пригласила, она, по-моему, после работы. Но это было католическое Рождество, может быть, у неё выходной даже было. Я помню, что мы гуляли по городу, смотрели ёлку, там, в общем, по центральным улицам, там, ну, в общем, гуляли. Вот. Мой Билли, ну, это так вот зовут, да, мужа моего, он был без куртки. Это куртки. И вот всё время я его уговаривала, пойдём купим куртку. Как ты так вообще гуляешь без куртки? На третий день мы всё-таки купили эту куртку. Значит, на второй день мы просто погуляли, посмотрели достопримечательности, ёлку, посидели в ресторане в каком-то, потом опять разъехались. Я с дочкой, с дочкой к ней домой, а он в отель. А потом на третий день я сына привлекла, говорю, давай нам какую-нибудь программу культурную. Он говорит, ну, хорошо, вот, музей Великой Отечественной войны, он там на Немиге в Минске. И, значит, сын приехал, мы на метро добрались до, ну, конечно, неконечно, ну, до Немиги, метро Немига какая-то, это же неконечная. Просто мы там вышли, и потом надо было на автобусе проехать, но мы пошли почему-то пешком. И я даже не подумала, что обувь-то другая у них, у американцев. Он приехал в ботинках каких-то высоких, и они скользкие были. Вот я помню, мы долго шли, но они не предназначены для снега, у них же нету, если есть, тут три дня растает, на второй уже день начинает таять снег. Вот, значит, вот, с сыном сходили в этот музей и избили, посмотрели. Ну, мы так как-то, мне, не знаю, у меня какое-то было такое вот состояние, ну, я не знаю. Ну, как-то я волновалась, думаю, вот, надо ехать сейчас вот в Боровку, потом с ним. Ну, так с интересом, в принципе, походили, посмотрели этот музей. Потом опять дочка приехала, мы ещё в кафе посидели. Вот так вот я с первых дней, то есть привлекала детей, вот, я ему показывала. У меня есть дети, и каким-то образом я о них должна немного продолжать заботиться, хотя они уже, там, ну, работали, не зависели от меня материально. Но, тем не менее, вот, ну, наверное, надо это дать мужчине, показать, что дети, они в любом возрасте, это дети. И, вот, ну, в общем, вот, потом, значит, наверное, в этот вечер мы уехали в Боровку. То есть я проживаю не в Минске же, а возле два с половиной часа от Минска ехать. Там бывший военный городок, где у меня квартира. Ну, он такой, сколько там, может быть, около четырёх тысяч населения сейчас. Было, по-моему, три с половиной. Ну, в общем, поехали мы туда. А, перед этим ещё нет, мы куртку, как ему покупали, на Немиге, в государственном универмаге. Мы туда пришли, а там ещё скидки дополнительные, 30%, по-моему. Он там ещё рассмешил всех, начал выбирать шапку. А там какая-то, какими-то пятнышками шапка, как я говорю, так это вообще шапка на моего кота, похоже, короче. Ну, там посмеялись, он купил какой-то берет, кепка, кепка. И там чёрная куртка, чёрная кепка. Он хотел ещё пальто выбрать себе чёрное, вместо куртки. Пальтишко такое, но его размеров там, к сожалению, не было. Вот. Ну, вот в этой куртке он уже, вот когда мы шли в музей, он уже в куртке был. А так это ж не заставит человека одеть куртку. Это же не смысл, ну, вообще утеплиться, да. Так и потом впоследствии, когда мы приехали в Боровку, вот в течение месяца, мы ещё пару раз в Минск выезжали. Или один раз, первый приезд, наверное, один раз ещё на три дня. Или в конце, может быть, перед отъездом. А на три дня. Ну, в общем, он куртку эту не очень-то и любил. Он мог её оставить вообще дома, выйти в рубашке. Я не знаю, минус семь было. Вот когда он прилетел, было минус семь потом в течение месяца. Ну, январь, он в Беларуси по-любому холодно. Январь, это январь. Ну, вот, ну, и вот так вот мы приехали в эту Боровку. Пришли в мою квартиру. Ну, вот, а, ещё начал его вечером кормить. Но мы уже поздно приехали. Мы были не голодны. Мы где-то там покушали. Около одиннадцати приехали в эту Боровку. Я говорю, может, и колбасу ему предлагала. Овощи какие-то. Он сказал, вообще овощи фактически. Ну, он плохо ест овощи. Я ему говорю, что нужно побольше овощей, чтобы справиться с лишним весом. Но ест то, что ему нравится. Колбасу он вообще на дух не переносит. Он может её попробовать. Но в этот раз он даже не попробовал. Очень осторожно ко всей нашей еде. Наутро мы что-то куда-то, по-моему, пошли кушать. Там у нас драники. Ну, вот, картофельные оладьи внутри с мясом. Да, со свиным фаршем. Вот, и со сметанкой. И там, по-моему, у нас был открыт. Это сейчас уже закрыто. Такой вираж. И там, значит, мы кушали. То пиццу он ходил в военный санаторий. Когда я ещё на работу. Я медсестрой работала. На сутки уходила. Да, с девять... О, с восьми утра до восьми утра. Ну, на сутки. И он тогда мог на работу мне принести или драники, или пиццу. Вот. Ну, он питался по-своему. Да, он покупал. Ходил сам по магазинам. Он любил смотреть, что там у нас продаётся в белорусских магазинах. Вот если мы с ним заходим, в другой раз невозможно выйти. Он пока не рассмотрит всё. Я вот его сейчас понимаю. Потому что здесь, когда я захожу, мне хочется всё рассмотреть. Мне так всё интересно. Что? А вот это, что вот это, что вот это, что? Вот. А тогда он так смотрит, я думаю. Ну, что тут смотреть? Уже ничего нет. Тем более, ну, у нас такой ассортимент. Это как такой населённый пункт. Ну, там нету ничего интересного. Я думаю, что он там смотрит вообще? Вот. Ну, в общем, вот так вот в течение месяца он у меня отдыхал. Там на работу его начали вызывать. Он сказал, я не могу поменять билет. Нет, он у него был, по-моему, на две недели. И его просили срочно. И он что-то даже, может быть, пробовал купить. Что-то были накладки. Ну, в общем, он, наверное, не захотел. Он остался до конца января. По-моему, уехал. Ну, в общем, 30 дней или 29 он был. Он уехал тоже где-то, наверное, не до конца января. Я не помню. То ли 4, то ли... Нет, 4 недели он был. Значит, в конце января он уехал, да? Там 25-го числа, может, 26-го. Так вот где-то. Вот. Чем мы занимались? Ну, с друзьями, по-моему... А, соседка моя только, да, вот, значит, она познакомилась с ним. Больше я никого с ним не знакомила, своих подруг. Сотрудники, да, когда он приходил ко мне, когда я работала, он приносил там перекус, да? То они, кто видел, знали, как бы... Ну, а так вот, чтобы пригласить куда-то и с подругами, выйти там, пообщаться, как бы официально представиться. Ну, как бы мне еще на тот момент никто такого конкретного предложения не делал. И как я могла его представить? Ну, вот, пожалуйста, мой друг из Америки, да? Ну, всех он, это уже однозначно, он интересовал всех. И когда мы вот вместе шли, магазины, а это небольшой городок Боровка, да, все меня знали. Ну, в основном все. И там спрашивали даже, я помню, продавец в магазине, а кто это, Оля, кто это? Я говорю, ну, это мой друг. Откуда он, из Польши? Я говорю, нет, из Америки. Просто, видимо, ну, вот, может, такое телосложение, как поляки бывают, вот, знаете, такие. Ну, нет, никого обидеть не хочу, но, может, даже немцы так могут выглядеть, знаете, так, как бы, ну, как сказать, пивной животик. Вот. Ну, ему нравилось, я видела, что ему все нравилось. У нас там рядом военный санаторий, мы туда ходили гулять и в кафе кушали. Ну, в Минск, когда приезжали, да, там ему тоже нравилось, там много пешком гуляли. Первый приезд, он не арендовал машину, мы были, вот, все, на своем ходу, там, куда уехать, на маршрутном такси. Абсолютно так вот, ну, сели-поехали, куда захотели. Но сильно никуда мы не ездили, мы только вот в Минск, из Минска. А, в Лепель, наверное, вот Лепель, это рядом городочек с нашим, 15 минут ехать. И туда, вот, могли мы только туда, наверное, прогуляться еще. Вот. Что еще интересного? Значит, а, а что из подарков? Вот он мне привез в первый приезд, он каждый раз что-то старался привозить. Значит, в первый приезд он мне привез небольшие сережки, такие золотые, с маленьким камушком. Это, наверное, знаете, может, какой-то камушек, ну, это не бриллиант, это какой-то осколок-бриллиант, короче, фионитик или что там было. Пуассеты, пусеты, пусеты, да, правильно, пусеты. Значит, он мне пытался вручить в гостинице, когда я утром, вот, по-моему, второй день, да, на следующий день, как вот он приехал, на следующий день я к нему приехала в отель утром, чтобы уже с тем забрать его на такси и поехать куда-то пойти гулять. И он мне спустился, и вот коробочку такую, пакетик, пакетики, коробочку, он достает и дает, я думаю, что там кольцо или что откроет, нет, там не кольцо. Короче, были эти сережки, и он говорит, а поцеловать, типа, кис, ну, я тут, ну, что не понимаю, особо так на английском я не очень говорила. Я говорю здесь прямо, ну, наверное, не здесь я говорю, это же как бы, ну, лично, а как? Он говорит, ну, он взял так переводчик, и в переводчике, что непонятно, мы уже в переводчике выводили, и он показывает, что написал, поверь мне, эти люди на рецепшене видели не это. Я говорю, ну, пускай они видят, что хотят, но как бы... Вот, так я так его и не поцеловала тогда, три дня он прожил один, а вот это, значит, сережки я забрала, я еще помню ему говорю, ой, наверное, это дорого. Да, он говорит, ну, для тебя, для тебя, все, для тебя. Ну, все, я говорю, спасибо, сережки забрал. Вот, потом, а потом он, когда в Паровке мы покупали продукты, ну, в моей квартире мы там жили, да, он все платил сам за продукты, и потом в этих кафе, значит, он платил, и, ну, в общем, он платил. Я, по-моему, даже кошелек с собой не брала. Мне кажется, что я даже как-то вот так вот идем в магазин, я никогда не брала. Ну, а что, зачем, если... Пускай для него это небольшие расходы. Ну, хотя, да, перелет это, да, и первый раз я помню, что он купил билет как-то не заранее, он не знал еще, отпустят его с работы или нет, и он заплатил три тысячи туда-обратно, вот он оплачивал три. На тот момент это было очень дорого. Это сейчас нормально. Вот я летела, у меня было три где-то почти, да? Нет, две шестьсот и плюс оплата... Ну, это другая тема уже, оплата отеля в Стамбуле, вот. А он-то летел, вот он летел через Франкфурт, там два часа ждал, пока его вещи перегрузят. Это транзит, да, получается, вещи его перегружали на Белавию, и он так приедал в Минск. Вот. Знакомили с какими родственниками? Нет. Первый приезд, нам не на чем было и уехать, там далековато мои двоюродные сестры, да? Только вот кто из моих родственников, двое детей, да двоюродные сестры. Дочь на тот момент еще не была замужем, вот она одна была, да? Ну, наверное, может там с подругой дочерью мы вместе в какой-то кафе ходили, или это был, наверное, второй приезд. Это был второй приезд. Он состоялся в мае того же года. Вот он уехал в конце января, февраль, март, апрель, и в мае он прилетел опять. Ну, я не знаю, стоит рассказывать о второй. Ну, там тоже интересные были вещи, да, может быть. Может быть, еще одно видео, опять пять приездов, пять видео про визиты американца. Не знаю. Вот. Дарила ли я ему что-то? Да. Первый приезд мы с дочкой. Дочь выбрала там косметичку мужскую такую черную. Она у него до сих пор сейчас. А кошелек это в первый приезд или во второй тоже кожаный мужской. Но он использует его только вот, когда прилетал для белорусской валюты. Или это во второй приезд. Вот этого я тоже, надо как-то вспомнить. А здесь он пользуется таким поменьше, потому что, по-моему, доллар он же короче, да, купюра бумажная короче, чем белорусские рубли бумажные. Что-то я тоже уже не помню. Вот. Вот так вот. Ну, а потом я его провожать по... Я тоже поехала в Минск. Там, наверное, до этого мы три дня тоже погуляли там, с детьми в ресторанчики походили. Где-то что-то посмотрели. Ну, так, по мелочам. Я ему предлагала национальную библиотеку, он не захотел. Хотя я сама там ни разу не была, я бы сходила туда. Ну, как-то таких вот достопримечательностей мы не посещали. Вот то, что все я смотрела в интернете. Чем удивить американца? Куда его отвезти? И там вот перечень. Вот отведите туда-то. Я ему предлагаю. И он говорит, ну, я не хочу. Он не хочет, так и что я сделаю. Я сама бы просто, да, вбилотеку в эту национальную радиоэкскурсию бы сходила. Даже в кино, по-моему, мы не ходили. Ну, а что для него кино? Оно же на русском. Как я здесь хожу? Ну, на английском я понимаю 30%. Да, ну, только я понимаю, что происходит на экране. Но разговор, да. Вот. И, значит, потом я, когда он улетал, значит, я его поехала провожать в аэропорт. Ну, всё, наверное, там мы чая попили. Так я его и проводила. Перед отлётом он, по-моему, мне какие-то белорусские деньги оставил. Что-то в небольшом количестве. Может быть, вообще рублей 100, ну, белорусских денег, да. 100 белорусских, это сколько? 30 долларов сейчас, да? Ну, да, где-то так. Чуть меньше. Ну, если на доллар переводить, если там, ну, смотрит, кто у меня из России, или там Украины, или других стран. Ну, то есть, ну, грубо 30 долларов, да. А, перед тем, как приехать, он мне выслал 200 долларов. И по манеграмм, вот этот перевод, я ездила в Минск, его там можно или в Витебске, или в Минске. Ну, я в Минске, думаю, детей заодно увидать. И этот перевод снимала. Я помню, там что-то покупала, какие-то вещи. Ну, в общем, просто вот 200 долларов. Я говорю, зачем? Он сказал, просто есть мужчины, которым нравится так делать. Вот я этот очень хорошо помню ответ. Это было где-то за месяц, когда он узнал уже, что он прилетает. Вот он выслал, может быть, даже недели за две или за три до приезда, до прилета. Вот. Ну, а так вот, да, помахала ему ручкой. Он сказал, ну, до следующей встречи. Встреча будет скоро. Но мы не знали, когда она будет, как у него там вопросы с работы, как что. Вот. А, еще был интересный момент, что вот мы в Боровку-то вернулись из Минска в конце декабря. И Новый год мы встречали в Боровке. И вот эти вот салюты, которые у нас постоянно, ну, у нас можно купить где угодно эти салюты, выйти во двор и стрелять где угодно. Ну, безопасности, конечно, чтобы не детей там поранить, ничего. И он не мог понять, потому что это вообще исключено здесь, в США, просто пойти. Это нужно, может, в каком-то лесу стрелять или на своем большом участке, где там кто-то живет в деревне, чтобы рядом ни домов, ни людей, ничего. Хотя у них вот это фаер-магазины такие, я смотрю, часто открыты. Вот они были открыты перед Днем Независимости, сейчас вот перед Рождеством. Надо еще раз у него уточнить, где можно это использовать, эти все, значит, эти самые фейерверки. Вот. А там же во дворе, и вот, ну, в Беларуси, когда он был первый раз, и он меня спрашивает, а кто это делает? Это армия, это кто? Военнослужащие специально вызвали людей, чтобы они, ну, создают для вас такой фейерверк. Я говорю, нет, это мы тоже можем купить эти фейерверки и спокойно себе, как бы, выстрелить, вот, рядом даже с нашей дверью, вот, там, входной, пойти и сделать такой фейерверк. И вот некоторые вещи, вот, некоторые вещи, которые он не понимал, он расспрашивал по пять раз, по пять-семь раз. Я уже другой раз думаю, ну, уже заколебал-то спрашивать, а что тут непонятного? Потом только вот, когда сюда я прилетела, я поняла, да, дофига непонятного. Да, его будет, это для меня бесконечная цепочка непонятного. Хорошо, что хоть что-то основное, я понимаю, а где-то вообще такие вот вещи в другой раз. Я начинаю спрашивать, я уже вижу, что я ему достала. Вот где-то едем часа три, и у меня куча вопросов. А что вот это? А что как ребёнок? Что это? Где это? Что это? Что это? Зачем это? Почему это? Откуда это? Потому что много названий интересных там. Другой раз здание такое, говорю, это кафе или это ещё что-то. Ну, то есть вот он, у меня вот такие вот вопросы, или как-то мы гуляли тогда вот по Минску, тоже вот так рука в руке, вот она за руку держит, да, и там вот троллейбус или трамвай как-то вот так вот делает вспышку, вот едет-едет, а потом вот, ну, трамвай же по этим вот, да, прикреплён к электричеству, и он так едет, троллейбус тоже, трамвай по рельсам, троллейбус, вот я точно деревня, значит, в Минске вообще кроме метро вот это вот наземное, я даже опасаюсь ездить, я как-то на трамвае уехала вообще в противоположную сторону, это было давно, и неправда, ладно, вот, это было правда. Получается, что он сдрогнул вот от того, что там искры полетели от взаимодействия с этими проводами, он вот так вот сдрогнул, вот за руку мы держались, и у него рука вот так вот, он сдрогнул, как выстрел, понимаете, это прозвучало какое-то, потому что у них-то, ну, могут стрелять, да, могут не стрелять, могут и стрелять. Вот. Потом еще вот если рассказать, что как ему скользко было, когда он у нас ходил, потому что в Минске еще тротуары расчищены, а в Боровке там где-то идешь, и там вообще не чищено ничего, или скользко, вот кто-то дети расскользили, вот путь, а он поначалу вообще не понимал, что вот это скользко, он, ну, как-то не понимал, ну, человек не с той стороны, где много снега, да, и он падал несколько раз, вот мы идем с магазина, он держит и с магазином, и он держит в двух руках пакеты, и вот так вот наотмаш падал, пакеты падают, и я думаю, живой человек или неживой, вот знаете, вот это вот тоже пугало меня, вот фу-тфу, как говорит, все нормально, вот, обувь, конечно, у него скользкая была, в следующий раз он, ну, это май был, да, потом он уже другой обуви приезжал, если зимой, еще дважды он зимой будет приезжать, после первой встречи, вот, одежда тоже, у него было четыре пары одинаковых джинсов, вранглер, у него в основном или вранглер, или вот такие вот модели техасские, ну, в смысле американские, ну, техасский стайл, то есть сапоги, потом он, вот эти техасские, это уже позже он начал, а первый раз он таких вот, как бутсы какие-то военные, но почему они такие скользкие были, вот, ну, в общем, вот все, что я хотела рассказать, может быть, потом я еще, ну, серию каких-то сделаю видео о том, как мы познакомились, сколько общались до первой встречи, как вообще все это закрутилось и довело меня вот до такой жизни, что я бросила детей, кота и уехала в США, ну, вот, всем до свидания, это видео очень длинное, всем пока!